21 августа исполнилось 155 лет Тверскому государственному объединённому музею. В своё время он стал одним из первых подобных учреждений в губерниях Российской империи. В преддверии юбилейной даты филиал учреждения Музей Тверского быта посетили губернатор Игорь Руденя и советник президента страны Владимир Васильев. Высокие гости осмотрели экспозиции «Красота и польза», декоративно-прикладное искусство Тверской земли. В гостях у тверских купцов русские самовары и тверское чаепитие в доме Орефьевых. Здесь воспроизведён интерьер парадного зала купеческого дома 17 века. И визуализирована легенда о том, как купцы Орефьевы принимали у себя царя Петра Первого. Посмотрели гости и другие залы, например, фотографии Прокудина-Горского. Вот они, они творили, они были вдохновлены своей работой. Они просто занимаются и делали. И всё хорошо. Жизнь и анчика. Отметим, что в текущем году в музее завершилась реставрация, в рамках которой был проведён ремонт главного дома усадьбы и каретного двора. Проведение работ позволило открыть для посещения 11 выставочных залов, где представлены 800 предметов быта жителей Тверского края разных веков. В залах установлено современное выставочное оборудование, профессиональный экспозиционный свет в здании делали специалисты, обеспечивающие художественное освещение залов Эрмитажа. В планах руководства музея дальнейшее развитие. В рамках данного проекта Игорь Михайлович дал поручение по проведению благоустройства территории комплекса зданий, дабы воссоздать некий исторический вид старой Твери. Согласно проекту, здесь появится в будущем мощение булыжное, малая архитектурная форма. То есть, по сути дела, наши посетители смогут ненадолго оказаться в историческом центре нашей областной столицы. Также много планов и в отношении других филиалов Тверского государственного объединенного музея. Так, благодаря поддержке правительства Тверской области и лично главы региона Игоря Рудене, в Беженске в этом году будет завершена работа по созданию экспозиции Беженского краеведческого музея. Кроме того, в будущем предполагается перенос Калязинского краеведческого музея и здание церкви в дом Полежаевых, который в настоящее время реставрируется. В 2024 году мы будем праздновать юбилей Александра Сергеевича Пушкина. В рамках данного празднования тоже большое количество планов, связанных с нашим музеем в Торжке, с музеем Бернова. Как подчеркнула Ирина Репина, сегодня Тверской государственный объединенный музей это динамично развивающееся музейное учреждение, в состав которого входит 31 филиал в 27 муниципальных районах и округах Тверской области. Продолжение следует...